Татьяна и Сергей состоят в гражданском браке. С ними проживают двое детей-женщины. У одного ребенка первая группа инвалидности. Квартира нуждается в ремонте, живут в непростых условиях. Счастью дружно. Находятся в постоянном контакте со службой по делам детей, с помощью которой семье помогут с ремонтом и купят бытовую технику. Служба и сейчас активно помогает родне. Служба, они, в принципе, помогают. Они каждый год на Новый год детям дают подарки. Вещами, конечно, помогают. Обувь дают. И рюкзачки, и игрушки, и карандаши, и фломастеры, альбомы. Такое вот дали. Каждый год, в принципе. Дельфинари тоже возили. В понедельник к семье пришли некие общественники и съемочная группа одного из телеканалов. Представились и сказали, что разрешение на съемку якобы получили в службе по делам детей. Они сказали, что они от службы. Они, давай, тут часа три, наверное, снимали каждый уголок. Все снимали. Начали говорить, от чего я никуда не обращаюсь, так как у нас не очень такие истинно хорошие условия. Я говорю, потому что, так как мы частники, и мы делаем, как говорится, как нам сказали в ЖЭКе, что мы все должны своими силами делать. Каково было удивление семьи, когда в городской службе по делам детей сообщили, что никому подобные разрешения не давали. Мы вообще не уполномочены давать разрешения никому для того, чтобы кто-либо, общественные организации или средства информации имели открытый доступ в чужое жилье и тем более снимать детей. Юристы утверждают, что незваные визитеры нарушили закон и имеют все шансы подвергнуться соответствующим санкциям. Жодного распоряджения или документа, который дает право цим псевдо-громадским организациям, в чиняти вказанных действий на сегодняшний день не существует. Более того, подчас таких визитов ними фактически порушуется право на сбор и сохранение персональных данных, поскольку они совершают видеосъемку, аудиосъемку. Таким образом, на сегодняшний день они фактически порушуют нормы не только цивильного законодательства, но и криминального законодательства. Зачем нужна была такая провокация? Вопрос открытый. Жаль в этой ситуации лишь семью, которая стала заложником обстоятельств. Ведь жизнь у людей и так не сахар. Константин Гречан и Алексей Прокопенко. Телеканал Репортер.